ЦЕРН поможет построить российскую фабрику зачарованных частиц. ЦЕРН поможет построить российскую фабрику зачарованных частиц. 15.7 РИА Новости, Александр Крижев, коллайдеры в Институте ядерной физики в Новосибирске. РИА Новости, Александр Крижев. Москва, 22 апреля Новости. Представители ЦЕРН и России подписали новый договор о научно-техническом сотрудничестве, в рамках которого европейская организация получила право на участие в создании коллайдера СуперЧермТАУ «Фабрика», а российские ученые усилят свое участие в проектах по обновлению БАК. Об этом сообщает пресс-служба ИЯФСАРАН. Под участием понимается использование результатов совместных разработок, а также различных технологий, важных для нашего проекта. Такой формат сотрудничества будет выгодным для обеих сторон. В свою очередь, ИЯФСАРАН продолжит принимать активное участие в работах по модернизации БАК в установку высокой светимости, заявил Юрий Тихонов, заместитель директора Института по научной работе. Ученые из Института ядерной физики САРАН в Новосибирске и их коллеги из других научных центров России уже много лет работают над созданием так называемой СуперЧермТАУ «Фабрики». Она представляет собой новый электрон-позитронный коллайдер, главной целью которого будет изучение Таулептона и частиц, содержащих в себе СИКВАРКИ, очарованный от ЧАМ. Эти эксперименты, как надеются исследователи, помогут нам понять, есть ли физика за пределами стандартной модели. 21 марта, 15.31. Физики ЦЕРН приблизились к разгадке пропажи антиматерии с Вселенной. Планы по постройке этой установки были включены еще в июле 2011 года в число мегапроектов, принятых к рассмотрению правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Два года назад проект СуперЧермТАУ «Фабрики» в числе других был включен в план реализации стратегии научно-технологического развития России. Этот ускоритель, а также несколько других мегапроектов, связанных с изучением тайн микромира, в ближайшее время официально получат поддержку от ЦЕРН в рамках обновленного договора о сотрудничестве между Россией и Европейской организацией по ядерным исследованиям. Первое подобное соглашение было подписано еще в 1993 году, и на прошлой неделе участники Комитета России ЦЕРН выработали и одобрили пакет поправок к нему. Новый договор предполагает не только участие России в экспериментах ЦЕРН, но и определяет область интересов Европейской организации по ядерным исследованиям в российских проектах, 8 октября 2016 года, 9.30. Физик, мы стали на шаг ближе к мечте о новом коллайдере в Сибири. Физик Андрей Соколов из Института ядерной физики имени Буткера Саран рассказал РИА новости о том, повлияли ли санкции на строительство позитрон-электронного коллайдера в Новосибирске, о будущем Большого Адронного коллайдера и о том, удалось ли его венгерским коллегам найти шестую фундаментальную силу.